Девушки отдыхают И самые захватывающие приключения на краю света С этим справятся только самые отважные ведущие Коля Серга и Регина Тодоренко Алло, Альфа-Банк Кто из них проживет уикенд на краю света как миллионер А кто всего на 100 долларов Как всегда решает Орел или Лешка Привет, друзья! Друзья, мы на родине кенгуру Мы в Австралии И что самое интересное, наше путешествие мы начнем с одного из самых больших городов континента С Мельбурна А ты знаешь, я думала, что здесь люди вверх тормашками ходят Конечно, и кенгуру в кенгурушках Ну, послушай, кенгуру пока не видно, но я думаю, что парень с рюкзачком Отлично впишется в городские пейзажи Но только если в этом рюкзаке будет золотая карта Кенгурел Кенгурешка Попрыгай Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Смотри, как мне улыбается королева Почему тебя всегда так ведет? Ну, ты знаешь, кому еще повезло больше? Вот, к примеру, если тебе одеть вот так на живот Надеть рюкзак То ты отлично сойдешь за кенгурушку Типа я попрыгала, да? Типа попрыгала Регина, сдала твою карточку Я надеялась, что ты забудешь Как я могу такое забыть-то? Беги Такое не забудешь Мельбурн – это самый южный мегаполис на Земле Он находится так далеко от нас, что здесь все наоборот Летом в городе холодно, а зимой жарко Мельбурн слывет культурной столицей Австралии Это отчаянно веселый и неожиданно бесшабашный город на самом краю света Это же Роллс-Ройс Ого! Это настоящий Роллс-Ройс Это не мой Роллс-Ройс Неужели это не мой Роллс-Ройс? Подождите! Вы за мной! Как же? Вы не можете от меня уехать? Здравствуйте! Слава Богу! Это все-таки мой Роллс-Ройс Отлично! Квартира на колесах Это легендарный послевоенный британец 51-го года выпуска На весь мир таких машин чуть больше 600 А места здесь действительно достаточно? В принципе, я бы даже мог забрать с собой с аэропорта Регину Вот так бы ехал я А вот так Регина У меня всего 100 баксов на 2 дня А в Австралии это реально мало Смотрите, койка места от 25 долларов Перекусить в кафе баксов 15 как минимум Проезд в трамвае 3.80 35 гривен проехать в трамвае Нормальные дела, да? Какой уикенд ждет здесь туриста со 100 баксами? Мне придется проверить это на своей шкуре В Австралии вот даром, что цивилизованное государство Действует совершенно мошенническая система обмена валют Вообще, 100 американских долларов Это по курсу 110 австралийских Но вот что видит человек, подойдя к обменке Вроде бы 100 американских долларов Покупают за 98 австралийских А продают за 84 Как так? Если поменять деньги То на руки получишь вообще 89 Вот как из этого понять, что ты получишь 89? На такой курс я не рассчитывала Бред Схему обмана и как с ней бороться Я расскажу чуть позже Пока нужно добраться до города Самый дешевый способ Это автобус Который стоит Внимание 16 баксов в один конец Выход один Автостоп в Австралии неизвестен Водители никогда не останавливаются Чтобы кого-то подобрать бесплатно Но мало кто может устоять Перед очарованием длинных ног А что остается делать? Ехать в машине с ребятами-пакистанцами? Как уже говорилось Здесь все очень дорого Особенно транспорт Поэтому для бюджетного туриста Хорошо, что все достопримечательности Расположены в рамках центрального квартала По нему я и буду бродить пешком Туда-сюда Весь уикенд Так значительно удобнее Раз уж я взял на этот уикенд Роллс-Ройс То и жить я должен В винтажном британском отеле Ну так сказать Выдержать стиль Отель Виндзор Самый старинный отель во всем Мельбурне Во времена золотой лихорадки Власти застраивали город Дорогими особняками И роскошными дворцами Виндзор один из тогдашних выскочил Ну что ж, посмотрим, как живут истинные аристократы Ого Принц Уэльса Не успели еще табличку на мою имя переправить Здесь даже запахи другие Класс Мне нравится этот номер Такое ощущение, что я попал в музей Только неожиданно куда-то пропали Все надписи руками Не трогать и сидеть нельзя А здесь сидеть можно И руками трогать можно А вот Королевский стоп для аудиенции с премьер-министром Это подождет Пойду сначала в королевскую спальню На кушетку для аудиенции с королевой Говорят, что в Мельбурне впервые напечатали пластиковую карточку Но в путешествии всегда лучше перестраховаться и снять живые деньги Тем более, что с моей кредитной карточкой Голд Максим от Альфа-Банка Я могу снимать деньги в любом банкомате мира без комиссии Мегаполисы, как мужики Любят мериться, у кого небоскреб больше И Мельбурна в этом случае есть что показать А мне есть на что посмотреть Башня Эврика не просто самый высокий небоскреб в городе Именно с этой высотки открывается самый лучший вид на современный Мельбурн Самый быстрый способ добраться до 88 этажа это этот лифт Ему потребуется всего 38 секунд 38 секунд Уши закладываю И пол вжимаю Так быстро Первый секс у меня был Дольше Неважно Итак, Мельбурн Начать с ним знакомство лучше всего прокатившись на единственном в городе бесплатном трамвае Который курсирует по центру Мельбурна Первое впечатление от города очень приятное Здесь много величественных небоскребов и ухоженных парков Город так спроектирован, чтобы люди как можно больше времени гуляли Сидели в открытых кафе и наслаждались жизнью Первое впечатление от города очень приятное Атмосфера очень расслабленная и даже какая-то беззаботная Все улыбаются и никуда не торопятся В Мельбурне совсем другие ценности, чем у нас Здесь нет цели сделать карьеру или заработать деньги Никто не меряется богатством Люди уходят с работы в 5 часов вечера И пишут картины, катаются на серфе Или попросту сидят в папах Прожить свою жизнь легко и приятно Вот основная цель А это жемчужина башни, стеклянная комната Я пока не могу понять, что здесь Мы куда-то выезжаем Пока ничего не видно под ногами, но я чувствую, что что-то должно произойти Ого Со звуком разбитого стекла Я стал видеть все, что происходит за стенами Даже внизу Весь Мельбурн перед тобой И под тобой Я надеюсь, что эта кабина строилась на совесть Но на всякий случай встану на железный остов В обменках везде указан такой же непонятный курс, что и в аэропорту Оказывается, на этот курс нужно не умножать, а делить То есть 100 долларов разделить на 0,94 Получится 106 австралийских Не все туристы об этом знают И поэтому их часто обманывают, выдавая 94 доллара вместо 106 И еще здесь очень любят впарить скрытую комиссию за обмен Ну, например, 15% 93 Лучше, но все равно грабеж Поэтому единственный способ понять, сколько ты по факту получишь денег в обмен на 100 долларовую банкноту Это просто спросить напрямую Индусы за стеклом неплохо торгуются Так вот они, 6 это как-то маловато Хоть и 10 Договориться, то есть, можно Итого 106 баксов Это, конечно, не 110, как полагается Но гораздо лучше, чем 88, как в аэропорту Мельбурн – город очень свободный Очень творческий Очень креативный На улицах раскрепощенная праздничная атмосфера Бесконечное веселье Карнавал Вот, например, танцующая экскурсия В наушниках у них не голос экскурсовода, а ритмичная музыка Экскурсовод в синей майке считает, что туристы так лучше почувствуют дух и ритм города А вот бесплатный магазин Хозяин распродает все вещи бесплатно Согласитесь, идея зачетная Хотя ассортимент больше напоминает старый хлам Который деть некуда, а выбросить жалко Попадаются неожиданные находки Вау, это же мак Это очень дорогая профессиональная косметика Такая вот баночка тонального крема Стоит у нас где-то около 100 баксов Вокруг какие-то фокусники Зайцы с оторванными головами И вообще не пойми кто У него ногти, как у меня, синие Но это вообще уже за гранью добра и зла Главный плюс Мельбурна в том, что здесь все люди абсолютно свободны Никто не заморачивается по поводу своего внешнего вида Никто не заморачивается по поводу своего поведения Им просто все равно Где бы вы в Москве или в Киеве видели чувака, который танцует вот так Нигде А самое главное, что на этих людей очень круто, все положительно реагируют Класс! Класс! Вторым главным символом Австралии после кенгру является бумеранг Мне золотой картой не солидно идти за бумерангом в какой-то сувенирный магазин Либо на рынок Поэтому я пришел к человеку, который их изготавливает И изготавливает их лучше всех в мире Мало того, этот человек является чемпионом мира по бумерангаметанию, наверное Изначально бумеранги были оружием австралийских аборигенов Такие массивные бумеранги для охоты на крупного зверя Красного кенгру или оленя Такими бумерангами охотились в основном на птиц Они считаются самыми шустрыми А этот бумеранг не летает Он исключительно для маскировки Мы изображаем из себя страусы Мы это аборигены Подбираемся к страусу и По голове Сегодня бумерангами не убивают животных Теперь это один из самых распиаренных австралийских сувениров Интересно, сколько здесь может стоить бумеранг? Ну вот, сколько бы вы отдали за кусочек летающего дерева? Очень хорошо Есть в мире такое странное понятие Бутик-хостелы Это один из них Так вот, они кроме койко-места Предоставляют бесплатно еще кучу разных услуг Тут есть кинотеатр Спортзал Лаунж-зона Но главное – это роскошная панорамная крыша С пальмами и джакузи Вот не жалко 36 баксов за койку С такой-то крышей А вот комната обычная Шесть кроватей Запах пота И голый мужчина прилагаются Странно было бы приехать в Австралию И не попробовать мясо кенгуру С этой целью я пришла на рынок Виктория Крупнейший рынок в Австралии У нас на рынках все так навалено, что даже иногда покупать не хочется А здесь все так красиво и правильно разложено, что хочется купить каждый кусочек Умеют капиталисты раскладывать? Ну вот оно – мясо кенгуру Всего за 5 баксов я купила отличный стейк И не устояла перед свежими устрицами Тут парадоксально низкие цены на устрицы У нас в Украине одна такая устрица стоит 7 баксов или 6 баксов А здесь три устрицы за 3 баксов Спасибо, спасибо Сейчас я вам расскажу, где в Мельбурне попробовать самую вкусную кенгурятину Этого заведения нет ни в одном путеводителе О нем знают только местные и я Собственно, мы уже пришли Это оно Здравствуйте Спасибо, мэн, но я не нужна меню Вы можете привести мне самый вкусный кенгурятин в Австралии? В Мельбурне придумали интересную тему Бесплатные жаровни в парках Любой желающий может прийти и зажарить себе к пикнику Ну, например, курицу-гриль А вот и она Ничего себе Приспособленница Мясо кенгуру Практически не содержит жира Поэтому во время готовки его постоянно нужно чем-то смачивать Но чтобы она не присохла к сковородке Вообще, говорят, что австралийцы абсолютно не едят кенгурятину Они считают это собачьим мясом Вот со мной рядом стоят австралийцы Они готовят сосиски Они готовят сосиски Они покупают эту еду для собак Вкусно? Мясо перченое По вкусу напоминает то ли птицу, то ли колбасу Но очень сочную И душистую И без жира Зацените обед по-бедному Устрицы Белое вино И стейки с кенгурятины Наговато специи Мне по вкусу напоминает молочного теленка Очень вкусное мясо Не понимаю, почему они кормят собак Как ни странно, крупнейшие потребители мяса кенгуру в мире Это Россия и Украина В Австралии кенгуру девать некуда Их перемалывают в пастообразное состояние И завозят к нам Часто используют в пельменях или колбасе Даже учитывая перевозку Это дешевле, чем родная нам свинина или говядина И вино Чего можно еще пожелать человеку Которого в кармане на два дня всего 100 баксов? Конечно же устрицы с вином Пятиминутка для мужчин За что мы все очень любим устрицы? За то, что они Прекрасный афродизиак Афродизиак Он улучшает потенцию Можно такие слова говорить в утреннем шоу? Советую вам, мужчине Третье, пожалуйста Третье, пожалуйста В городе почему-то огромное количество назойливых мух Которые без конца садят совсем на щеки и губы Как будто ты Позавчерашний творог Да что ж ты будешь делать? Хватит уже, господи Обычно состоятельные люди пересаживаются с общественного транспорта на свой личный автомобиль В Мельбурне все наоборот Для того, чтобы подчеркнуть свою статусность Нужно оставить свой лимузин и сесть на общественный транспорт Да, это развлечение пользуется в Мельбурне особой популярностью Все места заняты Смотрится, конечно, странно Все при полном параде пришли покататься на трамвае Вырядились как в театр Обычный ресторан Ну, разве что на колесах Попасть в него очень и очень сложно Чтоб вы понимали Столики начинают бронировать за пару месяцев Какое все-таки это событие для богачей Проехаться в трамвае Шампанским отвечают, вином дорогим И я отмечу Такое ощущение, что все эти люди в глаза не видели обычного вагона ресторана Кроме уникального шанса в нем прокатиться Всего за 140 долларов Богачам полагается ужин и безлимитное вино Я раньше, когда в трамвай ездил Разве что батон кефиром запивал Наверное, я просто перекатался на трамвае в детстве Остановите, пожалуйста, на следующей В Мельбурне, кстати, есть очень милое вечернее развлечение И оно стоит всего пару баксов Все местные считают это развлечение страшным злом Но мало какой турист может удержаться, чтобы не сделать это Ночью из деревьев спускаются опоссумы В поисках пищи Иди сюда На, на Иди сюда Иди ко мне, на, на Вот сюда иди Вот на Он съел Он ест яблоко Боже, какие они миленькие Бусинки Живя в огромном городе, они стали почти ручными А мех, как он шиншилки Шиншиловый мех Сделать бы из тебя шубку Чего ты обиделся? Не буду делать из тебя шубу Ого, вы че, ребята? Опоссумы – настоящие вредители Они залазят на деревья и объедают все листья Чтобы дети не плакали и защитники животных не ругались, опоссумов не отстреливают Пока придумали только ограждать деревья такими вот металлическими щитами Помогает, похоже, не очень Все-таки Мелинбурн завораживает Такой разный Иногда чересчур спокойный Иногда сумасшедший Здесь хочется жить И хочется спать Не уверена в чистоте этих подушек Поэтому у меня всегда и своя с собой Субтитры подогнал «Симон» 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 Сегодня у меня важная миссия Мне нужно провести сравнительную характеристику дорожного покрытия украинских дорог с австралийскими Субтитры подогнал «Симон» Зато, сэкономив на билетике, я купила мороженое Наверное, если бы не было тюрьмы, то достопримечательностью стала бы какая-то старая больница Достопримечательность номер три Остров Филиппа Это знаменитый заповедник, который буквально кишит уникальными австралийскими животными Тут тебе и кенгуру, и парад пингвинов, и какие-то вамбаты, и коалы Ну, во всяком случае, так утверждают путеводители Вообще-то, ехать туда – это авантюра До заповедника 120 километров И мне еле хватает на билет туда-обратно И уже сейчас понятно, что у меня маковой росинки во рту не будет Друзья, сейчас мой Роллс-Ройс отвезет меня на Великую Океанскую дорогу Великая Океанская дорога Чуть ли не первая достопримечательность после Сиднейской оперы Которую советуют посетить все путеводители по Австралии Я, конечно, плохо себе представляю, как может быть дорога достопримечательностью Но, мне кажется, австралийцы не врут Это самые живописные 250 километров Чуть ли не на всем австралийском континенте Принцип путешествия по дороге такой Едешь себе, осматриваешься по сторонам Если место стоит твоего внимания, делаешь остановку Если нет, едешь дальше и наслаждаешься видом Спасибо Ого Кажется, я начинаю понимать, в чем главная прелесть Большой Океанской дороги Это вовсе не асфальт Это океан Это пятый океан Южный И я здесь, на его берегу Уху Класс Первая точка моего маршрута – парк Каал Ура! Каалы! Блин, как-то неожиданно 11 долларов Оказывается, парк Каал платный Ну ладно, не ехать же теперь обратно Зато насмотрюсь на Каал до конца жизни Ну где коалы? Спустя 10 минут поисков я нашла одного мишку Как-то печально за 11 баксов и всего одна коала В нормальных зоопарках их хотя бы несколько Ну ничего, впереди еще вам баты, морские котики и пингвины Спасибо Только в Австралии вот так можно встретить куалу, сидящую просто на заборе Как у нас в деревнях петухов Привет, куала! Это самое заторможенное животное, которое я видел в жизни Но это только на первый взгляд Каалы кажутся такими спокойными и умиротворенными очаровашками Окей Если ей надоест твое назойливое общество Она запросто может поцарапать тебя своими острыми когтями Пока В нашем представлении каалы – милые, безобидные зверушки Так вот, на самом деле каалы – это те еще вредители Они обгладывают эвкалиптовые леса подчистую Не оставляют даже листочка Деревья выглядят, как после химической обработки Муниципалитеты Австралии не придумали пока ничего лучше, чем массовое переселение каал Из разоренных лесных угодий в национальные парки Ох, жара! Самое время для мороженого Ну вот, лес вомбатов Так, попугай Полосатые вороны А-а-а, вомбатов нет Вомбаты – это такое животное Что-то между выдрой и крысой И живут они на деревьях Но как-то я их не найду Какая-то невезуха Ничего, а то впереди меня ждут еще пингвины и морские котики В Австралии вот так вот стоит только сойти с большой дороги и сразу вот видишь больших кенгуру Которые лежат И наблюдают за происходящим Многие думают, что кенгуру в Австралии – это что-то вроде наших кошечек и собачек Что к ним можно просто так подойти, погладить, покормить Они такие же, как в учебниках по географии Но на самом деле кенгуру – это дикие животные Тем более, что я пришел не в зоопарк на них посмотреть А случайно увидел в заказнике Лайонса возле Великой Океанской дороги Ты куда? Стой! Даже в заповедниках ведется строгий учет популяций кенгуру Для этого им вешают на шею ошейники А уши прокалывают бирками с номерами Кенгуру, смотрите, у меня пустые руки Я пришел без оружия Чем ближе подбираешься к кенгуру, тем страшнее становится Взгляд неприветливый какой-то И сложно понять, что ему придет сейчас в голову Легнуть тебя ногой, что есть мочи Или завернуть массивным хвостом Пожалуйста! Боже, да что ты, пожалуйста! Как свидетельствуют путеводители, на западном мысе острова Филиппа Знаменитое лежбище морских котиков Ну все, сейчас будем смотреть на морских котиков Надеюсь, хоть они меня порадуют Ура! Морские котики! Ну либо я слепая, либо морские котики Вот в таких размерах Хм, может надо в бинокль посмотреть? У-у-у! Два бакса Угу Ничего бесплатного в этой Австралии не бывает Оказывается, чтобы увидеть котиков Нужно купить билет на лодку Которая отвозит туристов поближе Хм, вы спрашиваете, сколько стоит билет Хм, хм, 70 баксов На самом деле, складывается впечатление, что это просто замануха для туристов Просто красивый вид И минус два бакса Остались пингвины Вот они, 12 апостолов Раз, два, три, четыре, пять, шесть Либо у австралийцев что-то с математикой Либо я так долго ехал, что 6 апостолов меня просто не дождались Но если серьезно, 12 апостолов – это группа известняковых скал За последнее столетие эти гиганты серьезно пострадали Буйные океанские воды размывают непрочную известняковую породу И кто знает Может, через пару десятков лет от уникальных скал не останется и следа Вот это я понимаю край света Вечером, на закате Пять тысяч пингвинов, позолоченные садящимся солнцем Выходят на берег, чтобы устроиться на ночлег Незабываемое зрелище Парад пингвинов считается главным зрелищем на острове Филиппа Серьезно? Чего ж так дорого? 23 бакса за одного человека Какой-то остров разочарований На парад я не пошла И немного потеряла Два часа на промозглом ветру сидят туристы и ждут пингвинов И вот, что они видят в итоге А вот чай, да, можно просматривать Снимать пингвинов строго запрещено Дескать, они будут нервничать и могут испугаться вспышки За этим строго следят и туристов заставляют убрать камеры Но я думаю, дело в другом Если кто-то когда-то выложит в интернет, как на самом деле выглядит этот парад пингвинов Туда больше ни один нормальный турист не поедет Из-за этих пингвинов я пропустила последний автобус в Мельбурн И добираться мне пришлось автостопом Ох, как холодно, господи Вывод На остров Филиппа ехать не стоит вообще Животных тут нет А те, что есть, платные И их очень мало В любом захудалом зоопарке можно увидеть больше Друзья, наконец-то Наконец-то мы Впервые за всю историю Орла и Решки Прячем бутылку из 100 долларов на австралийском континенте Бутылка дожидается вас на площади Федерации Нужно обойти площадь вдоль реки Яра И свернуть налево в сторону детской площадки Не доходя до площадки в камнях под пальмами Рядом с вывеской И спрятан наш клад Я бы, конечно, мог спрятать бутылку в сумку кенгуру Но здесь гораздо надежнее Удачи! Мельбурн – это город свободы Каждый может здесь быть самим собой И не оглядываться на других Это город, где деньги и карьеру Поменяли на удовольствие от жизни здесь и сейчас Это пестрый уличный праздник, который никогда не заканчивается Все-таки Мельбурн завораживает Здесь хочется жить Прости, прости, извини, прости, извини Здравствуй Привет Я просто столько хотела посмотреть И в итоге я не увидела ни пингвина, ни вомбата, ни этого морского котика Только одна коала Какая одна это? Коала меня порадовала, и то спящая Спящая? Я тоже видел только коала Бодрустующую Серьезно? Кстати, бодрустующая коала вообще не отличается от спящей Коала, конечно, сонная, но зато город какой, да? И вообще не спит Он такой красочный, яркий Город-праздник Город-праздник Тебе понравилось? Очень Послушай, ну ты чего? Знаешь, что я ела? Что ты ела? Кенгурятину Как ты могла есть кенгуру? Это же милое создание С теми маленькими детишками из сумочки торчащих Ну а что это всего 5 баксов? 5 баксов? Я за 26 ел Так ты ел, мушка! Ну я как ел? Я наслаждал Субтитры создавал DimaTorzok